Всем привет! Сегодня мы поговорим о нашем турецком. Я немножко с вами такая болталка, поэтому чай-кофеёк наливайте. И я вам порассуждаю немножко о том, о чём я думаю. Так что давайте приступим. Спасибо всем, кто мне желал скорее вашего выздоровления. Мы тут немножко приборели, сезонный грипп. По Стамбулу ходит, по всей Турции в принципе вирус. Все, кто дети в школах, в садиках всё это приносят. Переходит всё в бронхит, ларингит. В общем, такая история. Этот вирус, это не корона, а просто сезонно все болеют. Хочу рассказать, почему я всё-таки не знакомлю своих подружек или подписчиц, или просто кто просит познакомить с турками здесь, с нашими знакомыми. Хотя, казалось бы, мне даже недавно такое письмо на эту тему было от подписчицы, и я немножко решила эту тему раскрыть вам в видеорассказе. Естественно, причина тому это негативный опыт. Мой или каких-то моих тут уже знакомых тут так делал. Я вроде бы как в видео, естественно, говорю, что с хорошими турками нужно знакомиться по знакомству, через каких-то там друзей, родственников, на свадьбах, на каких-то мероприятиях. Но с другой стороны, если ты тут здесь не живёшь, не опрос ещё никакими знакомствами, или у тебя здесь нет родственников, где-то с кем-то знакомиться будешь. Это действительно очень трудный такой момент проблематичный. Я в нём помочь вам не могу. Ответить на этот вопрос как-то придётся самим из этого выходить. Но почему я не знакомлю? Потому что не хочется быть виноватой, не хочется быть крайней. И вот опыт моих знакомых, подружек, кто здесь кого-то ознакомил, и ознакомили просто подписчиц. Я знаю блогеров, кто здесь живут. Есть случаи, которые ввенчались успехом, но, к сожалению, по статистике больше негативных ситуаций, чем о счастливых истории любви. У меня, честно скажу, была попытка. Я знакомила свою знакомую, давала там, скажем так, адресок, контакты турка, который бы мог с ней познакомиться. Она сама об этом, скажем так, просила. Он тоже был не против. Очень прекрасный парень. В итоге у них ничего не получилось, потому что я не такая вся жду самосвала, вся такая принцесса. В общем, неважно, девочка включила как бы. Вот историю расскажу. У них не срослось, скажем так. Не подошли друг к другу. И что я вижу в ответ? Она со мной стала меньше общаться. По ее мнению, я ей не такого какого-то жениха подобрала. Я вообще подбором женихов не занималась, ничего не обещала. Я просто писала чувака, какой он есть. Проблема на самом деле в этой девушке была. У нее запросы одни из себя, она представляет другое. А мечта о том, как у нее светлое будущее, какое должно быть, вообще третья. И она сама просто не знает, чего она хочет. Как я вот со стороны эту ситуацию вижу. Но в ее глазах я не то, чтобы она мне не говорила в открытую, ты виновата. Но после именно, скажем так, я подвожу просто историю, факты. После этого мы с этой, это не моя подруга, это моя хорошая знакомая в Новосибирске. После этого наше общение свелось до минимума. Она даже перестала меня поздравлять с какими-то праздниками. Я ее в том числе, естественно, тоже, если человек со мной общаться не хочет, с чем мне это нужно. Конечно, если встретимся, поздоровимся, приветка, пока, как дела? И все, не больше. Но до этого общение было гораздо теплее. Я не думаю, что она на меня как-то прям обиделась, я ничего плохого не делала. Но, скажем так, ее желания не оправдались, она разочаровалась. И автоматически, может быть, бессознательно, каким-то образом она, ну, со мной это ассоциирует. С моей личностью со мной стало меньше общаться. Я не скажу, что мне это прям обидно, меня это очень сильно коробит. Но мне просто не очень приятно. Я ничего плохого не делала, но отношение изменилось. Я иногда думаю, что лучше не надо было и предлагать, честно говоря, чтобы при таком остатке не оставаться. Со стороны турка мне претензий никаких не было. Мы хорошо, прекрасно общаемся. У него появились отношения с девушкой из СНГ, с казашкой. Но она здесь живет очень-очень много лет. Она, естественно, говорит по-турецки, она и казахский язык похожа. И она вообще с Россией ничего общего не имеет. Ее родители вообще живут в Китае. У них с Китаем бизнес, она здесь по работе. Здесь у них офис их китайской компании с родителями. Они из Китая казахи, китайские фирму создали, да, и работают с турками, на самом деле. Там поставки-то, в общем, идут какие-то там материалы. Что-то со стройкой, короче, связано, каких-то там составляющих элементов. Вот она здесь, вот родители, вот в этом офисе здесь в Стамбуле. Он с ней познакомился на работе случайно. Вот про то, где как знакомиться. Она здесь уже давно живет. У нее на наступало там всякие отношения. Но серьезно ничего не заканчивалось. У них случилось так, что они сняли офис, переехала их фирма в соседний офис вместе с ней. Они в одном здании работают и познакомились. Они в лифте, когда он ходил курить, она вроде тоже курит. В общем, в курилке условно так и познакомились. Она ему понравилась. И он стал за ней там ухаживать. В общем, проявлять знаки внимания. Они уже давно встречаются. Собираются, походу, там жениться. Вот я к чему, что в этой ситуации каждый остался при своем. Моя знакомая там условно в Новосибирске живет, как-то свою жизнь устраивает чувака, вообще другие отношения. А с вот этим негативчиком, с каким-то осадочком осталась я. Хотя я вообще ничего не сделала. Я не предлагалась. Я за это вообще не тряслась, не оробела за эту историю. Меня это вообще никак не касалось. Но осадок остался у меня. Я понимаю, что это моя личная проблема. Может быть, мне хочется быть условно для всех хорошей в этой ситуации. Но я эти риски тоже понимала, когда в эту авантюру, скажем так, вступала. И поэтому я сделала выводы на будущее. Я никого ни с кем не знакомлю. Особенно мне прикольно, когда мне пишут мои подписчицы. Говорят, Галя, если у вас там свободный какой-нибудь неженатый турок, приличный, нормальный, познакомьте. Блин, если бы был, может быть, я давала контакт. У меня вопрос, а вы кто? А вы о себе расскажите. Я этого человека здесь знаю. Это круг моего знакомства какого-то. Условно, может, не родственники, не близкие друзья, но кто-то знакомый. У меня здесь, скажем так, есть какая-то репутация. Обо мне что-то здесь думают. Я с этим человеком общаюсь. А где гарантия, что кто-то из тех, кого я знакомлю, эта девушка себя не как-то криминально поведет, достойно, не как-то плохо. И у меня нет гарантии для вас, что этот турок здесь в Турции тоже себя поведет как-то хорошо. Я же не знаю, не за него ответственность не несу. Вы можете сейчас сказать, ой, да блин, никто себя ничего спрашивать не будет. Ну что за детский сан? Все же взрослые люди. Не понравилось, разошлись. Да? Но мне очень не нравится. Это так с одной стороны. Здесь в Турции вот этот институт репутации очень важен. И здесь очень важно там, что тебе скажут. И как бы вот этих каких-то там разговоров среди кругу друзей о том, что я познакомилась вот такой вот, я не хочу. Или чтобы моя, например, знакомая или подписчица думала, живет там устроился, а меня познакомила с таким вот негодяем под лицом. Я же, блин, не могу. Я вот этого не хочу. Вот этих ощущений потом об этом слышать. Мне это не касается история, но быть вовлеченной в это не хочу. Вот к другому пункту переходим. Быть вовлеченным. Если отношения начинаются, зарождаются, это всегда вначале притирка культурная и языковая. Как правило, турки, естественно, не знают русский язык. Или они, некоторые, многие хорошо говорят по-английски, например, в сферу своей деятельности или образования. Но и у нас с нашей стороны не все девчонки хорошо, идеально владеют английским языком. И непонятки даже вот общаясь на третьем языке, на английском между собой возникают. А еще культура разная. И очень люди любят скидывать свои личные проблемы человеческие на разницу культур. А у них так принято, а у них вот такие правила. Да нифига, блин, проблема, скорее всего, в человеке. Как всегда на тот, по моим видео, вы видите, вот это все выходит. Проблема в людях, а не в культуре. Так вот, потом, когда начинаются отношения, вот эти терки, первым, кого дергают на примирение, влазить в эту ситуацию, а помоги, помири, а расскажи, а вот то, а вот все, миллион вопросов, ответь на мои вопросы, это тот, кто знакомил, потому что ты вот это связующее звено вот этой цепи. И я не к тому, что на тебе шишки претензий, но просто быть вовлеченной в разборки, в примирение, в недопонимание каких-то левых людей, ко мне не относящихся уже, да, я их познакомила, все, останьте, казалось бы. А они все равно тебя пытаются вовлечь со временем. Если бы, знаете, ты познакомил, и потом, там, не знаю, через два года тебя пригласили просто на свадьбу, и там сказали, вот, благодаря этому человеку мы познакомились, спасибо тебе большое. О, идеальный вариант. Но так, блин, не бывает, у меня так еще ни разу не было. Потому что, когда какие-то проблемы, даже если тебя не просят их решать, вот такая пара начинает, они пытаются же искать поддержку. А из тех, кто знает, они будут сразу вопросы ко мне. Ой, ну ты же там уже давно живешь, ты знаешь их менталитет, что-нибудь мне подскажи. Или турок мне будет. Ой, ну она же с тобой одного менталитета, а что она-то себя так повела, а что она трубку не берет, а куда она пропала, или вообще что за поведение. Вот это вся история. Я не хочу слышать эти звонки, эти вопросы. Меня это не касается. Я не хочу быть вовлеченной в это. Не потому что я такая вредная, я просто не хочу быть втянута в какие-то взаимосвязи людские, не относящиеся ко мне. Вот так это назову. У меня только столько дел выше крыши. Впровод очень переживать вот эти эмоции чужие, за других людей переживать. Мне не хочется. Или услышать, например, о себе, что потом плохое, с кем-то меня ли обознакомила. И вообще, как себе представляете? Здесь в Турции к этому проще относятся. Но я все равно здесь в этом плане не местная еще. Я не могу вообще даже прочувствовать, понять, как можно. Два незнакомых человека, ты не знаешь, с точек соприкосновения, общих интересов, взглядов общих, возможно, нет. Но можно начать общаться, понять, оно не оно, но все равно, если нет общего чего-то, зачем начинать эти отношения? Не было вот этой вот химии, притяжения. Как вы понимаете? Зацепка вот эта первая, взаимосвязь, что вас интересует друг дружке, она же должна, естественно, проходить. То есть они когда вас подвели, сказали, вот это Паша, вот это Маша, давайте знакомься. И они такие, о, у нас получилось химия. Ой, или у нас химии не было. А вот эта вот эта химия должно произойти без посредников. Вот мое мнение. Ну, в общем, что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Вы кого-нибудь с кем-нибудь знакомите. У меня есть несколько историй, буквально по пальцам одной руки перечесть. Когда знакомили, девчонки, кто здесь живут, и их подружки там, например, или сестры, даже двоюродные, переезжали сюда, выходили замуж там удачно. Но, честно, это очень мало примеров. Мало. И очень, больше всего я слышу отзывов о том, что да лучше бы я не влазила, не знакомила, потому что меня потом в это втягивают, или я там виновата какой-то вообще. Потом у меня сестра вообще, девочка рассказала, сестра ей высказывала, значит, меня вообще в Турцию в это повела, затащила, назнакомила, типа, что ты там одна жить не хочешь. В общем, вообще у них отношения даже разладились. И родственники ее обвиняли, что она там ее чуть ли не в рабство какое-то, в Турецкое собирается продать. В общем, ну это загон определенный у людей, да. Бог им судья, как говорится, кто что надумывает. В общем, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Если вам нужна моя консультация как психолога, я всегда под почтой оставляю, в инфобоксе оставляю свою почту. Вы можете написать туда письмо, с темой письма, консультация. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok